То, что гейминг-штука в высшей степени субъективна, я полагаю, вполне очевидна. В той же степени, в которой я не в состоянии понять популярность доты или колды, многим может быть неясно, что такого хорошего в пошаговых партийных блоберах. В данном случае же ваш покорный наткнулся на нечто практически случайно, и совершенно не благодаря собственной любопытственности. Есть такие обложки, посмотрев на которые, можно сразу сказать «нет, спасибо, я пас». Ну, никогда в жизни не взял бы я с полки магазина «Контру», «Поздние медали за отвагу» или, скажем, какую-нибудь «Форцу» или «Эйз Комбат», потому что на обложке нарисован синий самолет. И все, что я могу сказать про традиционные авиалеталки, это, почти цитируя одного хорошего человека, игры, где звездополосатые демократы отважно бомбят людей коричневого цвета в пустыне. И кому как, а вашему покорному в извечной субъективности такого добра хватает в телевизоре. Потом на стриме я увидел это. Простите, что? Это как вообще? «Эйз Комбат 7» сломал шаблон с первого кадра и продолжал методично его ломать дальше, нон-стоп. Я и не помню проекта, который сумел бы меня настолько зацепить за такое короткое время. Естественно, пройдя и перепройдя игру, я пошел смотреть обзоры и отзывы. Конечно, есть блистательная работа спецов из IGN, которая говорит сама за себя. Но в среднем по больнице можно выделить такое. Во-первых, на западе в большинстве крупные издания и блогеры проект просто проигнорировали. Во-вторых, те немногие, кто его не проигнорировал, либо остались в восторге, либо ни черта не поняли и рассказывали что-то о посредственном и непонятном сюжете и плохо донесенных целях миссий. И в-третьих, на нашей стороне шарика традиционно смотреть нечего вообще. Обзоры всяких стоп-геймов ничего кроме смутного чувства желания учинять экстроминатос не вызывают. Поверхностность, вот в чем дело. Я и сам не то, чтобы товарищ сильно глубинный, но всему же есть предел. Из Комбата он же Асичка, франшиза на сегодняшний день настолько древняя, что в ранние части залипали еще диплодоки и трицератопсы. Стартовало это дело на первоплойке и аркадах, потом пожило на второй плойке и посетило X-коробку и наконец прописалось мультиплатформой повсюду седьмой части. Основная серия Асичек имеет место в вымышленном сеттинге, который и зовется Стрэндж Реал. Вся речь? Дивноявь. Для такого перевода я использовал дивнодурь. Здешняя планета Земля отличается от нашей всем, включайте кто не куплит. А от того ни злобных русских, ни крутых янки тут нет. Ну почти. Странные Стрэндж Реалы, раскиданные по нескольким континентам, имеют вполне четкие прототипы. Янковатая Осейская Федерация, Советско-Русская Юктабания с феерическими названиями городов и админ единиц типа Стройграда и Удармаш. Где-то на карте болтаются всякие Сипании и Гецрии. Княжество Белка? Гы, никакие не немцы. А Русейское Королевство вовсе не франко-аргентинцы со склонностью к подозрительно характерному развешиванию знамён на оккупированных территориях. Наконец, важным аспектом истории серии является падение астероида Улисс в хвосте 90-х, учинившее люто-бешеный коллапс всех экономик, серию войн, а также прогресс многих держав в отстройке больших пушек. Срфлы. Там только ленивый не построил ни то мегабабаху, ни то авиакрепость размером с небольшое село. Так, война в Четвёртой Асе случилась именно как следствие катастрофы с падением Улиса, ведь особенно досталось от Каменюки Усейскому континенту, и беженцы отовсюду ломанулись в богатую Русею. Русейцы осерчали и под шумок отжали почти весь континент, но были вытеснены международной коалицией на естественно-осейские деньги. Седьмая часть, и без того содержащая триллиона ссылок на часть четвёртую, вновь закручена вокруг Русеи, отжимающей Усейский континент. В этот раз хитрые русейцы решили первонаперво нанести удар по осейцам, отгрохавшим на территории Южной Усеи космический лифт. Поскольку они же и есть главные акционеры лифта, то и основной профит с него пойдёт местным Янки, что и русейцы посчитали первым шагом к экономической оккупации континента. Так что волшебным образом вкачав технологии дроностроения, они молниеносно развалили все авианосные группы и военные базы осейцев единовременным массовым ударом дронов. Неуклюжие ответные удары осей лучше не сделали, и вот вся Усея опять увешана оранжевыми розочками, включая космический лифт. С этого момента и стартует игра, а мы садимся за штурвал самолётов в качестве чувака с позывным Триггер, летающим от всё той же Осейской Федерации в составе усейских миротворческих сил. Дальше спойлеры, так что к разбору сюжета вернёмся позже. Как ни странно, Асечка это аркадная леталка. Если кто-то вам скажет, что это симулятор, смело плюйте ему в лицо. Здесь нет понятия перегрузки, все самолёты летают на абсурдных скоростях, неся боезапас в полсотни-сотню ракет. Таких вещей, как полноценное сваливание, физика-закрылка вейлеронов и прочее, и в помине нет. Максимум, что тут имеет место, это, в кавычках, сваливание, состоящее в том, что самолёт, замедлившийся до определённой скорости, тупо клюнет носом вниз. Да, эффект тяготения, когда самолёт, летящий вверх тормашками, будет клониться к земле. Схем управления имеются две. Нормальная, почему-то названная экспертная, где можно управлять самолётом по осям тангажа, крена и рысканья, то бишь как положено. И новичковая, где крены и рысканья объединены, и, скажем, бочку сделать нельзя. Экспертной системой следует пользоваться во всех случаях за вычетом разве что вариантов, что у вас слабый вестибулярный аппарат, но с таким вообще лучше от авиасимов и гонок держаться подальше. Или же, если вы игровой журналист. Самолёт, как ни странно, летит вперёд с дефолтной скоростью 600 км в час. Зажав кнопку газа, можно набирать скорость, зажав тормоз, сбрасывать. Остановиться в воздухе, конечно, нельзя, самолёт начнёт сваливаться на определённой отметке. Самые мощные машины в ангаре игрока могут выполнять манёвры после сваливания, лихо кувыркаясь в воздухе на месте. Что, с одной стороны, позволяет развернуться на 180 градусов и всадить в рожу преследователя пару ракет, но с другой, ты висишь на месте, как клюква ненависти. Очевидно, что у вашего пепелатца есть оружие. Основной ствол в ваших руках ракеты. Их доступна дверь, каждый из которых уходит на кулдаун после пуска. Большинству врагов нужно ровно столько для отправки в Волгалу, так что у многих игроков в осечку выработана привычка даблтапать кнопку пуска ракет при фиксации цель. Ракеты наводятся по инфракрасному следу, так что летят врагу прямо в сопло. Если вы понимаете, о чём я. Это значит, что для того, чтобы этот дрын ярости влетел вражине в тушку, нужно, чтобы вражина этот либо был повёрнут к вам задом, что невежливое делает расстрел прямой и непосредственной воспитательной необходимостью, либо прямо-таки носом. Ракета фиксируется на цели с расстояния в 2 километра, если выбранная цель близка к центру экрана. Во-вторых, у вас есть пулемёт, ну или авиапушка. Для того, чтобы из неё попасть хоть куда-то, вестимо нужно взять упреждение. Она весьма недурно срезает почти любые цели, но, конечно, требует некоторого навыка для надёжного наведения. Наконец, третий элемент в арсенале игрока – спецоружие. У каждого самолёточа доступно 3 варианта на выбор, и спектр возможностей впечатляет – от высокоточных ракет до усиленных, множественных, крылатых, бомб, плазмоганов, рельсотронов и дополнительных пулемётов. Таким образом, геймплейный цикл игры – взять цель, сесть ей на хвост, сбить, повторить. По группам целей или по сложным целям – гасить спецоружие. Если патронов мало, или цель простая, или неподвижная, пользуем авиапушку, благо на низких уровнях сложности у неё неограниченный боезапас. Что игра делает неимоверно правильно, она чётко понимает, что 20 миссий полётов по кругу против однообразных целей не есть хорошо. Потому уже Вейс Комбат 2 миссии сделали разнообразными и комплексными. Седьмая Ася – это своеобразная подборка лучших миссий из прошлых частей. Здесь есть и простые операции по выносу целей, и босс-файты против вражьих асов и супероружия, и миссии по обороне, и псевдоэскортные миссии. Да-да, в этой игре есть две эскортные миссии, ни одна из которых эскортной на самом деле не является. И стелс-миссии, и что угодно вообще. Причём, во многих случаях, миссия может резко поменяться посередине. Скажем, только что ты неспешно выносил ПВОшки в горах, и внезапно ты уже воюешь толпу злых дронов, которые очень хотят добраться до сладкой плоти союзных боевых единиц. Центральной системой, вне непосредственно полёта, становится древо самолётов. Там, очевидно, можно закупать самолёты, спецоружие для них, а также запчасти, которые позволяют дотюнить пташку под личные запросы. Впрочем, число партов на самолёте ограничено, причём дважды. Их можно повесить не более чем 8 или 9 всего, и при этом не более чем определённое число частей каждой категории, каковых три – оружейные, системные и фюзеляжные. Самолётов в дереве овер дофига, и они все относительно разные. Большая часть моделей заботливо воссозданы реальные образцы, включая советские и российские модели, мерюканские модели и несколько европейчиков. ДЛЦ и хвост древа содержат несколько вымышленных прототипов, большая часть которых приехала из прошлых частей серии. Пепелацы делятся на файтеры, мультиролевики и штурмовики, но за парой исключений выбор самолёта не так принципиален, как выбор обвеса и спецоружия. Дерево перманентное, а значит, при повторных прохождениях, в свободных миссиях и в мультиплеере, оно одно на всех, и собирать деньги на новый пепелац можно, перепроходя понравившуюся миссию или подфармливая онлайн. Мультик, увы, малонаселён, хотя и довольно приятен в игре. Баланса там, правда, нет, и спам QAAM с топовых самолётов – ужасная норма жизни. Но даже с полностью слитого матча прилетает кругленькая сумма на покупку новых пепелац. Одно прямое прохождение кампаний, впрочем, даёт достаточно бабла на открытие одной ветки дерева до упора, что весьма недурно и способствует реиграбельности. Фана добавляют погодные эффекты. В некоторых местах, на некоторых картах есть зоны сильного ветра, жёстко сносящие самолёты с курса. Правда, чем самолёт увесистее, тем легче ему бороться с ветром. Есть ещё молнии на паре карт. Эти отправляют самолёт камнем вниз, так что нужно держаться подальше от земли, и вырубают интерфейс, мешая целиться и отслеживать врагов по радару. Ну и, наконец, есть облака, которые белогривые лошадки, и в них самолёты могут обледенеть. А ещё они, похоже, перегреты настолько, что в них ракеты теряют способность наводиться на цель. Так что, очевидно, именно опаляющий жар этих облаков и вызывает замерзание. Несмотря на упорные взвизги отдельных индивидуумов про то, что игра Дэ просто бросает в тебя кучу мобов, на практике каждая из миссий сбалансирована чрезвычайно тщательно, и предполагает грамотный подход к кастомизации самолёта и последовательности действий. Одна и та же миссия может из невыносимого ада стать лёгкой прогулкой, если, скажем, взять на неё кластерные бомбы, наносящие урон по большой площади. Другую делают элементарные крылатые ракеты, легко поражающие удалённые цели, закрытые рельефом местности. Достаточно просто включить мозги и понять, что нужно, чтобы достичь успеха, и бросание всего подряд неожиданно становится продуманной игрой в кошки-мышки, причём в роли кошки-триггер. При этом игра без проблем проходится даже на стартовых самолётах, или вообще на А-10, что окончательно делает аргумент о бросании смехотворным. Каждая миссия в этой игре маленький шедевр структурного планирования и геймплейной оптимизации, а в нагрузку идёт вкусная система оценивания результата, получения высоких рангов, в которой тот ещё челлендж. Оценка ставится по сумме очков, полученных за уничтожение целей и бонуса за время выполнения миссии, что делает и без того пазловую природу некоторых заданий вовсе головоломной. На мой взгляд, самый жёсткий критерий получения высшей отметки в девятой миссии, где в первой половине задания надо очень быстро практически полностью зачистить карту, сильно ограничивающую передвижение требованием летать на малой высоте, а затем быстро истребить вражескую авиагруппу, которая, ко всему прочему, гибнет от независящих от игрока факторов. Если бы не невыносимо отполированное управление, делать этот челлендж было бы действительно больно. Важно ещё и то, что все эти непонятные и ненужные диалоги, на которые жаловались некоторые обзорщики, как и предмиссионные брифинги, это не только пустой трёп и характеризация. По радио часто можно услышать важные калауты про возникающие угрозы. Например, группы бомберов, летящие наносить удары по объекту, который нужно защищать, статус развития ситуации на поле боя или и вовсе прямые геймплейные подсказки, вроде намёка на то, что дроны не являются приоритетом в операции по зачистке наземных целей, и их по большому счёту можно игнорировать. Внутренние челленджи на оценках по итогам миссии, к слову, не заканчиваются. Так, в уже выполненных заданиях при повторном прохождении спавнится именной самолёт или несколько, но не просто так, а при выполнении определённых условий, туманно описанных на странице с их перечнем в меню. Ликвидация таких целей в комьюнити, именуемых просто асы, позволяет нацепить на свой летало красочный скин. Игровые скины на самолёты, эмблемы и забавные ники для мультиплеера вообще открываются только при выполнении разного рода челленджей, прохождение некоторых миссий, набивание какого-то числа фрагов в определённые миссии и тому подобное. В нагрузку к этому идут медальки, что-то типа системы внутриигровых ачивок, которые варьируются в злобности от «убей 20 мобов» до «пройди всю игру, используя только пулемёт». Особой ценностью обладают как раз 4 челленджа-медальки. Получи оценку «С» во всех миссиях на уровне сложности «С». Пройди игру, пользуя только пулемёт, пройди компанию за 4 часа и пройди компанию, не получая урона. Каждая из них требует переосмыслять нафиг всю игру, ибо, скажем, в No Damage ранее главным и самым злым врагом становятся зенитные пушки, во всех остальных случаях практически безобидные. А да, ещё для игры есть куча ДЛЦ, ну само собой. Большая их часть на самом-то деле не особо нужна, за вычетом трёх сюжетных дополнений, привносящих в набор заданий по одной миссии каждая. Увы, две из трёх этих миссий проходят на картах из основной кампании, правда, во второй хотя бы сменили время суток. Но содержание этих миссий настолько фундаментально отличается, что даже заметить факт знакомства с этими картами можно далеко не с первого раза. Все три ДЛЦ-миссии объединены общим сюжетом, который имеет место слегка после середины основной кампании и посвящен погоне за мятежной русейской подлодкой. Всё действие происходит под отличный саундтрек Кейки Кабояси, в лучших традициях серии, написавшего по паре композиций на миссию. Вариативность и эпичность треков просто зашкаливает, а то, как в некоторых миссиях аудиоряд совпадает с действием на экране, вызывает воспоминания о божественном уровне работе, проделанной Кейки от Акабо для Нир Автомата. Музыке уделили настолько существенное внимание, что причиной одного из переносов в даты релиза стала переработка одной из миссий для её синхронизации с аудиорядом, и оно того, мягко говоря, стоило. По технической части сказать можно следующее. 1. Визуал хорош, но далёк от идеала. Даже с подкрученными имишниками картинка то тут, то там может подсунуть пугающе мутную текстуру или двухполигональную модель. И это при том, что на одной карте у ворот крепости стоит палаточка, а возле неё столик с ноутбучиком и бутылочкой воды, лоды которых не прогрузятся, если напрямую в этот столик не врезаться. 2. Звуковая картина просто роскошна. Гул двигателей разный для каждого самолёта, эффекты кокпита, притухание музыки при влёте в облака, а взрывы, стрельба, всё сделано весьма сочно. 3. Есть полное отсутствие поддержки разрешений 21 на 9, или как их там. Некоторым людям это сильно не нравится, ведь так делать в 2019 нельзя. 4. Поддержка хотасов сильно ограниченной. Чтобы подключить чёртову авиапалку, надо повозиться с настройками или пользоваться дополнительной ПО типа X360 CE. 5. На некоторых системах, причём что AMD, что Nvidia, имеют место странные падения, связанные, похоже, с попытками овероптимизировать движок. Связаны эти падения, похоже, именно с актуальными дровами, и могут лечиться как обновлением до более свежих, так и откатом до более старых драйверов. По итогу имеем чрезвычайно проработанный проект, созданный командой, прекрасно понимавшей, что они делают, с отточенным до зеркального блеска геймплеем и балансом, и в нагрузку внушительным запасом реиграбельности для тех, кто хочет в нём действительно разобраться. Разумеется, как и любой уважающий себя проект, Асечка – штука не для всех. Если вам не нужен странный сплав аниме Metal Gear и зверского пафоса, направленного на игрока в сюжете, если вам не по нраву леталки и преимущественно реалистический сеттинг, если вы ожидаете от этого проекта симулятора, то тут вам делать нечего. В остальном же Ася 7 – это одна из лучших игр в серии, проработанная и отполированная. За сим завершим часть рецензионную и перейдём к части, можно сказать, аналитической. Так что отсюда и впредь спойлеры. Чем Ace Combat сильна как серия – это мощной преемственностью тайтлов. Так, Континент Усея впервые появился во второй части. Там же найдётся и миссия в городе Анкархэд, и многие другие локации, которые потом засветятся в сиквелах. И масса мелких деталей заботливо продолжает кочевать из части в части. Стаунхэд же в Фарбанте из седьмой, почти безупречной копии своих прототипов из четвёртой. Шоппенбург и Кейп Рейни появлялись и в третьей, и во второй карта. Шоппенбург в третьей вроде как вообще перенесена один в один. Президент Харлинг, один из движителей сюжета «Семёрки», заглянул из пятой части, где наглядно показал, что его речи о мире и единении – не пустые слова, а проект космического лифта едва ли был попыткой экономического вторжения в Усею. Позывные «Си Гоблины», «Мазы Гусуан» и вовсе жирные отсылки к пятой части. В момент гибели Харлинга вообще врубается минорная версия темы «Разгрис». Из пятой же части приехала песня, которую поют осаждаемые жители Тайлер Айленд, где этот мотив стал темой призыва к миру и прекращения абсурдных конфликтов. Кстати, конструкция Маздрайвера из этой миссии тоже отсылка к пятой части, хотя там Маздрайвер, снабжавший грузами птицу-ковчег, находился в другом месте. Пицца Арсенал, очевидно, заимствует массу элементов у Ковчега, но при этом и она сама, и Ковчег очень напоминают конструкцию самолета вне Уком из третьей части. Наконец, в хвосте игры благодарность за то, что мы не взорвали лифт чертям, выражает никто иной, как Кейн Агасы, одна из призраков Разгрис, эскадрильи главного героя пятой части, которая всегда мечтала приложить руку к космическим исследованиям и с легкой руки все того же Харлинга руководила экспедицией к астероиду, грозившему стать Улиссом 2. Михай Шелаги в одном из диалогов буквально цитирует старину Пикси из Ace Zero, да-да, та самая фразочка про границы. Не был ли он симпатетиком мира без границ из Zero, то знает. Все это вместе создает очень целостную привязку к вымышленной вселенной и показывает, что разработчикам не наплевать на преемственность серии. Разумеется, игровая сюжетная линия не лишена проблем. Базовый нарратив вовсе неплох, он вполне традиционен для серии и предлагает, как уже принято, посмотреть на события и из глаз непосредственного участника, и со стороны. Перспективы Триггера, Аврил, Шередера и кассеты принципиально различны и тем интереснее наблюдать, где и как эти линии пересекаются. Более того, все персонажи весьма последовательны и многие из них имеют приличные сюжетные арки. Тот же Каунт вырастает из помешанного на славе и успехах отморозка до вполне приличного и надежного товарища, готового идти на жертвы ради общего блага. Весьма хорошо прописаны его взаимоотношения с Вайзманом, которого Каунт сперва терпеть не мог, но в момент гибели матушки-квочки просто не мог понять, что ему вообще делать. Кассета и русейская принцесса тоже показаны как человек, способный на поступки с большой буквы. Будучи в немалой степени оратором новой войны и пропагандисткой-марионеткой, нельзя отказать ей в храбрости и способности брать ответственность на себя. Правда, иногда она с этим сильно перебарщивает. Есть и просто сильные образы, скажем, командира Вакса Бандок делает один из самых сильных поступков в серии, ликвидируя одного из подчиненных. Поступок, безусловно, жестокий, но, возможно, необходимый. При этом сам Бандок прописан не без нюансов, полагаю, те, кто прислушивался к манере его работы с МакКинси, на эти нюансы внимания обратили. Есть и просто колоритные, запоминающиеся личности. Вечно жрущий Лонг Кастер или тот же МакКинси с его ОДИНОЧКОЙ. Да и в целом, магистральный сюжет скроен чертовски ладно и работает на основные темы игры. Да, несомненно, война плохая, это одна из них, но, вообще-то, если прислушаться к диалогам в игре, можно услышать чертовски жесткие вещи. Трупы расстрелянных гражданских, убитых в их собственных домах, ликвидация инженеров, обслуживающих радарные установки русейским шпионом, собственноручно совершаемый мародерский рейд ЛРССГ, бунты осейских заключенных или убийство генерала Лабарта осейцами благодаря удачно заброшенной дезинформации. В игре вообще сильна тема дезинформации, лжи и пропаганды. Кассета искренне верила в правомощность позиции ее страны и оправданность военного конфликта с осеей. Аврил искренне презирала Харлинга за гибель отца, хотя тот, напротив, был противником развязывания в итоге случившейся войны. Ошибочные бомбардировки гражданских, неточные приказы, масса мелких деталей и нюансов подчеркивают тему неопределенности, и это тоже прекрасно работает на общую тематику. Также здорово и уже традиционно игра играет на эмоциях игрока, рисуя красивые сцены объединения перед лицом угрозы, помешанной на ведении войны любой ценой. Против автономных машин смерти и их хозяев. Это, конечно, банальщина, но адепты постмодернизма могут ходить полем, ибо красиво поданная банальщина работать будет всегда. А уж зихри эмоции от двух финальных миссий просто сложно передать словами, ведь это то, к чему сюжет заботливо вводил все прежние 18 операций. Но сколько же возможностей было упущено? Эскадрилья игрока номер один, маг, где мы проводим первые четыре миссии с Нокером, Клоуном и компанией, перманентно покидает сюжет, а ведь их появление в финальной битве не было бы чем-то неожиданным, напротив, было бы здорово снова увидеть и их, и Скайкипера, и теперь, когда имя Триггера было очищено, и он стал чем-то вроде Героя Объединенных Сил, их реакция представляла бы интерес. Как принято в серии, главгероя все должны начать хвалить с второй половины игры. Это тешит эго игрока, это рисует неписанную эпичность протагониста, и вообще здорово и в духе серии. Но седьмая аси местами перегибает палку, особенно с Фудзян, которая всю игру только и делает, что ноет про то, какая она убогая на фоне Триггера. Под конец это становится буквально ее главной чертой характера. Может, это, конечно, тонкий комментарий о том, как присутствие неизмеримо более компетентных профессионалов, особенно талантливых выскочек, может ослаблять и унижать других, но я сомневаюсь, что это было намеренным ходом. Также с эскадрильей Шпора. Кто это переводил? Серьезно, кто решил, что хороший аналог СП будет Шпора? Шпора! Пилоты, которые после девятой миссии в небо не поднимутся, а того же таблоида и вовсе пришибет где-то что-то просто так на фоне девятнадцатой миссии. Эти ребята заслуживали большего, и это больше сделало бы развязку историй лучше. Подобных мелочей в игре хватает. Едва ли они существенно ухудшают конечный результат, скорее они показывают, что этот результат мог бы быть лучше. С другой стороны, ничто и не идеально, а седьмая асия и вовсе висела на корею отмены. Так что то, что мы не просто увидели этот проект, но он еще и оказался настолько хорош, настоящее чудо. За сим, полагаю, все. О, посмотрите-ка на время. Сейчас самое то для совершения военных преступлений. Что ж, мне пора, а вы белка.